Музыка Хочу поделиться словом, словом Божиим, которое затронуло мое сердце. И я никогда не проповедовал это слово раньше. И поэтому я верю, что это откровение от Господа. В Римлянам 11 глава мы начнем отсюда. Мы возьмем некоторые места Писания, и тема проповеди будет называться «Держаться». Держаться истины. Держаться Бога. Держаться. Обратим внимание, здесь говорится о вере. И у веры есть такое свойство – держаться. Держаться именно верой. И я прочитаю место Писания. Римлянам 11. Здесь говорится о ветвях. О ветвях, которые от лозы Божьей были отсечены. Это ветви неверующих иудеев, неверующих израильтян в то время. Тогда как дикая маслина, дикие веточки, то есть языческих народов, самых разных народов, самых разных рас. Африканские расы, темные расы и монголиодные, азиатские нации и европейские нации. Все, то есть и Афет, и Хам, и Сим, все расы могут через веру привиться. Вера имеет такое свойство – держаться. Что такое держаться? В словаре я сегодня почитал, и слово «держаться» означает иметь, сохранять положение, способное ухватиться или даже уцепиться. Держаться, сохранять положение, держаться. В мире говорится поговорка «держись». Это хорошее слово, но оно не является совершенным. Просто самому держаться, бывает, человеку не за что держаться. Но вот держаться за Бога, об этом говорит Библия. Держаться верой. У веры есть качество «держаться». И в моем представлении есть такое выражение «держаться», например, «ухватиться за перила». Когда я подумал об этом, я открыл словарь, я редко открываю словарь, там, кстати, тоже было выражение «ухватиться за перила». Но сначала это пришло в мое сердце. Представим себе, держаться за перила, что это дает? Безопасность. Перила нужны для того, чтобы держаться, чтобы не упасть, чтобы не пошатнуться. И здесь написано «ты держишься верой, не гордись, но бойся». Держишься верой. Итак, у веры есть способность держаться. Это значит сохранять положение, в котором человек может ухватиться и уцепиться. Это есть состояние веры – держаться. И если бы это не было состоянием совершенной, несовершенным, несостояние веры, то там можно было бы поставить приставку «не», «не удержался», «не зацепился», «не ухватился». Но, слава Богу, в Библии этого нет. В Библии есть слово «держишься верой». Если есть вера, то человек будет держаться. Хвала Богу, скажите «аминь». Поэтому об этом сегодня поговорим. Итак, ветвь, которая на лозе, она держится верой. Эта веточка могла быть вообще на другой лозе, на дикой, то есть языческий народ. Русский народ был языческим народом. И другие народы, эстонские народы, были языческие народы, поклонялись деревьям, камням, изделиям, и так многие другие народы. И мы были дикой веточкой. Но благодаря вере мы можем держаться на лозе, держаться в Боге. Вера имеет способность удерживать, сохранять слава и благодарение Господу. И хотя у нас сохраняется страх Божий, Бог говорит «не гордись, но бойся», ибо ты держишься верой. Потому что те ветви тоже привьются, если не прибудут в неверии. То есть неверие удерживает от прививания. Но вера, она делает это. Садовники, те, кто понимают в растеневодстве, те, кто занимаются прививкой яблонь, например, они верят и знают, как нужно сделать. И это будет держаться. И они прививают от другого сорта. И иногда прививают на одну яблоню сразу несколько разных сортов. И на ярмарке весной, в мае месяце можно прийти в Нарский замок. И там есть яблонь, называется семейная яблоня. То есть там есть на нескольких ветвях прививаны сразу несколько сортов. И яблоня может так цвести, что первый сорт созревает, потом второй, потом третий сорт. Это интересно. И кто-то имел веру, что можно привить не только один сорт, можно привить несколько. И Бог, Он привил нас разных. Мы прививаемся верой ко Христу. И я хочу сегодня проповедовать о том, что мы должны держаться, держаться верой. Господь ожидает это качество от нас. И в Библии много об этом говорится. Вы знаете, чем опасно, когда человек не держится за Бога? Я прочитаю об этом. Это грустное слово. И об этом написано в Исаии, книге пророка Исаии, если не ошибаюсь, 64 глава. Здесь говорится слово о том, что Исаия 64, грустная характеристика народа, который оставил Господа. И говорится так. Их состояние. Исаия 64, стих 6. Все мы сделались как нечистые. Кто такой был нечистый в Израиле? Тот, который должен был быть на расстоянии, который говорил, я нечист, я нечист, не прикасайся. То есть, прокаженные были нечистые. Какие-то различные заболевания и разные истечения из тела, всякие гнойные воспаления. Все человек считался нечистым. Или он согрешил, он считался нечистым. И Библия говорит, все мы сделались как нечистые. Весь народ, смотрите. И наша праведность была как запачканная одежда. Не как чистая белознежда, как запачканная одежда. И мы поблекли как лист. Лист поблек. Потерял свежесть, потерял зеленый цвет. И беззаконие наши, как ветер, уносят нас. Беззаконие просто уносят. И дальше. И нет призывающего имя твое, который положил бы, то есть в сердце, крепко держаться за тебя. Состояние народа было такое. И Господь обличал через Исайю. И даже с первой главы он обличал. И он говорит, во что вас еще поражать, продолжающие свое упорство? И Господь говорит, обратитесь. Если вы обратитесь, вы будете вкушать благо земли. Но если вы не обратитесь, то будете пожираны и так далее. Это строгое слово. И вот Господь говорит строго и говорит. Характеристику. Дух Святой говорит. Все мы, то есть через Исайю, сделались как нечистый, то есть народ. И праведность как запачканная одежда. И нет призывающего имя твое, который бы положил в своем сердце. Крепко держаться за тебя. И тогда... И поэтому Бог сокрыл от нас лицо свое и оставил нас погибать от беззаконий наших. Чем опасно то, что когда человек не держится за Бога? Некоторые люди держатся за деньги. Другие люди держатся за что? За свое положение в обществе. Они боятся потерять положение, боятся признаться, что они верующие, что они ходят в церковь. Некоторые держатся, может быть, за человека, который имеет достаток или богатство. Но Бог хочет, чтобы мы держались за Бога. Держаться это сильно. Даже прикосновение к Богу приносит уже результат. Женщина коснулась. Он сказал, если я только дотронусь, то я выздоровлю. Марка 5 глава. Дотронусь, только коснусь. Поэтому Бог любит, когда мы прикасаемся к Нему. И Он хочет прикасаться к нам. Он касается. Он коснулся и сказал, хочу очистись. Он коснулся прокаженного, который был нечист, то есть которого, казалось бы, нужно избегать. Но Бог хочет, чтобы мы ухватились за Него. И в Библии говорится, как люди прикасались. Сказано Марка в 7 главе, что многие касались Его, просили прикоснуться. Они только положили больных на улицах. Это были тяжело лежащие больные. И они просили прикоснуться. И те, которые приказались, они исцелялись. Я хочу сказать сегодня о силе прикосновения. И о силе, которая является держаться за Бога. В этом величайшее благословение. И это сила веры. Библия говорит в притчах, что паук лапками цепляется и бывает в чертогах царских. Каким-то образом в царский дворец проникает паучок, потому что он цепкий. Его лапки способны цепляться за стены, за потолок. И он пробирается через замочные скважины. Он проходит под дверями. И он находит себе местечко даже в царских чертогах. Он надеется там себе создать гнездо. Он там надеется поймать пролетающих насекомых. Он цепляется, он держится. Его паутина очень тонкая, но смотрите, как он держится. Это мудрость Божья. И вера имеет способность держаться. Библия говорит, ты держишься верой. Ты держишься верой. А они отсеклись неверием. Держаться – это значит ухватиться. Держаться – это значит состояние, сохраняющее положение. Я представил сегодня картину, что человек, он удержался на обломке скалы, на обрыве скалы. Он удержался. Он может подтянуться, закрепиться, ухватиться. Наша скала кто? Христос. Держаться за Бога – это библейское слово. Какая богатая Библия, друзья? Она богата не только словосочетанием, она богата значением и силой. И вот Господь говорит в Новом Завете, кто-то прикоснулся ко мне. Господи, все тебя теснят, а ты говоришь, кто-то прикоснулся. У женщины было желание коснуться Бога. Приходя в церковь, у нас может быть желание, чтобы Бог коснулся нас, или чтобы мы коснулись Бога. И многие касались Господа, так написано в Марка. Но, говорится в Матфея, что когда Иисус явился воскресшим, и сказал Матфея 28 стих 9, Иисус встретился и сказал, радуйтесь, и они, приступив, ухватились за ноги Его. Мне нравится это местописание. Я искал его в Библии, потому что помню, что сказано в одном из Евангелий, что когда Иисус воскрес, они ухватились за Его ноги. Я нашел это в Евангелии Матфея 28 стих 9. Ведь я делюсь этим сейчас, чтобы мы знали, что это возможно. Если не физически, то духовно. Ухватиться за ноги Господа, скажем ами. И Господь не оттолкнул их. Он сначала Марии сказал, не прикасайся ко мне, потому что я еще не вошел к Отцу. То есть ему нужно было показать, вот во всей полной святости, знаете, он был воскресшим, в полной победе. Он должен был вот таким предстать. И Господь, очевидно, имел встречу с Отцом, а затем Он предстал предучениками. Потому что Он сразу стал ходатайствовать. И здесь написано, что не бойтесь, идите расскажите братьям. Они приступили, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Нам иногда хочется ухватиться за ноги. Мы особенно сокрушаемся. Бывали такие моменты, прямо хочется вот пасть к ногам Его и ухватиться. Потому что Он дорог нам. И это по Библии. Поэтому в Новом Завете есть слово, говорящее держаться или ухватиться. Слово держаться – это сохранять положение, ухватившись, уцепившись за что-то. И это, конечно, наш Господь. Вы помните, в Ветхом Завете, как Иаков ухватился за Бога. Почему он это сделал? Он боялся выпустить благословение. И хотя ангел говорил ему, отпусти меня, взошла заря. То есть Господа никто не должен был видеть. И это был Господь в лице ангела. И ангел уговаривал его. Он сказал, отпусти, он боролся. И Иаков, не отпущу, говорил, потому что пока ты не благословишь меня. Вы знаете, Бог хочет, чтобы у нас было такое желание. И чтобы у нас была духовная борьба, что я не уйду, Господь, пока ты не придешь ко мне. Я не уйду, пока не найду тебя. Я иду к тебе, Господь. И мы приходим, идем в церковь с таким желанием, пока Дух Святой не сойдет на нас, скажите аминь. Это желание должно быть, пока Божье Слово не проговорит, пока Бог что-то не сделает. Это неотступность. Библия говорит, по неотступности вашей будет вам. Господь говорит, стучите и оттворят вам. Ищите и найдете. Господь настойчивый. Он настойчиво работает с нами. Он хочет, чтобы мы были настойчивыми. Были усердными. Скажите, аллилуйя. И Слово говорит нам об Иакове. Иаков тот, кто ухватился. Библия говорит нам примеры, когда... Слово говорит нам случаи, когда прикасались к Иисусу, да, то есть ухватились, исцелились от Господа. И Библия говорит о том, как... Были, конечно, примеры и печальные, и грустные, но мне не хочется об этом говорить, о Сауле говорится. Когда он схватил одежду Самуила, и он раздрал ее. Понимаете, Самуил хотел уйти, Бог уходил. И Саул не обратил свое сердце к Богу. Он просто хотел, чтобы этот человек почтил его. Чтобы он пред всеми почтил Саула как царя, хотя царь не сохранил Слово Господа, не истребил вражьи добычу и пожалел царя, нечестивого Амалика. Вот. Это были примеры такой, знаете, человеческая, когда человек пытается схватить что-то, человеческую славу, чтобы его почтили. И, вы знаете, Господь, Он не это хочет, чтобы мы искали, чтобы мы всеми силами искали, чтобы вот проявили нам уважение, почтение. Нет. Нам нужно ухватиться за Бога. Держаться за Бога. И Бог именно этого добивался. И потому что Он не видел, что кто-то, кто призывает Его, и кто-то, кто твердо решил держаться за Бога. И Господь поэтому оставил их. У слова «держаться» есть две стороны. Это как бы совместно. Когда касается Бога и Бога, или человека и человека, это совместно. Вот Бог, Он держит нас, Он верный. И написано в Псалме, нет, простите, Исайя 41, 13 стих, «Я держу тебя за правую руку». Бог сам держится. Вернее, Он держит нас. У нас есть за кого держаться. Божья рука простерлась к нам. Он подает руку завета. Исайя 41, 13. Помните это. Бог держит тебя за правую руку. Нам нельзя отпускать эту руку. Это очень ценно. Мой сын поднимал меня на кровлю дома, на крышу, держа за руку. И это было очень ценно, потому что у меня не было лестницы. И мне не подняться было. И когда мои ноги уже проскользнули, я повис. Он за одну руку удержал меня. Потому что Бог дал ему, слава Господу, силу для этого. И вот Бог, Он говорит, «Я держу тебя за правую руку». «Я держу тебя за правую руку». Но что же Он ожидает от нас? Он ожидает, чтобы мы держались за Его руку. Чтобы мы держались, Господа, преданным сердцем. Это действие веры. Знать о Боге одно. Слышать о Боге – это одно. А держаться с Богом – это другое. Держать Его – это беречь Его. Это хранить Его. Есть значение у слова «держаться». Это держаться правильного курса. Я сегодня утром думал. Держаться правой стороны. Вот знаете, говорят, держитесь с правой стороны. Это правильная сторона. Почему? Потому что пойдет на встречный поток. И поэтому, когда идут потоки людей, например, в метро или где-то в особом движении, то есть люди не должны забывать, что если они пойдут по другой стороне, они могут кто-то случайно их толкнуть. Держитесь с правой стороны. Бог говорит держаться. Есть, конечно, то, что мы держимся не физически, потому что, когда ты идешь, ты держишься, например, правильного курса. Это образно говорится. То есть правильный курс, например, на корабле, на лодке. Ты держишься этого курса. Если капитан говорит, курс 110, ты должен держать 110 градусов. 110. И когда мы нарушаем этот курс, мы не держимся курсом, мы выходим к другой цели. Мы однажды плыли, шли, правильно сказать, в яхте со старым мореплаватем, шкипером, и он сказал, держи курс 80. Нет, держи курс 80. И я, он пошел отдохнуть и заснул. И я подумал, нет, что-то вот, мне кажется, надо вот взять друг по-другому. И когда он проснулся, он сказал, а какой курс ты держал? Я говорю, я вот другой курс держал. Думал, что мы оказались, ну, в неправильном месте. Он знал точно, потому что это все на компасе, на карте показано. Держаться правильного курса. Церковь Иисуса должна держаться правильного курса. Держаться Слова Божьего. Написано, знаете, кто должен быть служитель? В Титу сказано, он должен быть держащийся истинного Слова, согласного с учением. Послание Титу. Первая глава. Смотрите, держащийся истинного Слова. Не просто держащийся какого-то учения. Держащийся какого-то Слова. Держащийся истинного Слова, которое согласуется с учением Христа. Скажем, аминь, кто верит в это. Поэтому выбирается служитель, исходя из того, что он держится истинного Слова. Павел говорит, мы не искажаем Слова, как многие. Смотрите, уже в то время искажалось Слово Божье. И Павел говорит, мы не искажаем Слово, как многие, но проведуем искренне, как пред Богом во Христе. И вот служитель Титу, Титу, первая глава, написано, что епископ должен быть не порочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, то есть любящий деньги, но странно любив, то есть любящий принимать странников, путешественников на ночлег, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного Слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять здравому мучению, и противящихся обличать. Титу, первая глава, девятый стих. Держащийся истинного Слова, чтобы был силен наставлять и силен даже обличать тех, кто противится, чтобы не уступил истину, не пошел на компромисс и не сказал, ну, пусть будет так. Если решили кто-то выпивать, пусть выпивают. Нет, нет, нет. Если кто-то курит, пусть курят. Нет, нет, нет. Силен противящихся обличать. И церковь-то скажет Аминь. И вот Бог говорит тебе и мне, чтобы мы держались истинного учения. И поэтому истина в Иисусе. И истина заключается в том, чтобы отложить прежний образ жизни ветхого человека. То есть истина не может быть и не может существовать без того, чтобы отложить прежний образ жизни. Это и есть обращение. Отложить прежний образ жизни. Ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. То есть без этого никак Бог не примет, и это не будет истинно, если человек не отложит грешный образ жизни. То есть есть люди, которые верят, что есть Бог, но они не откладывают старый образ жизни, они не откладывают разврат, они не откладывают алкоголь, они не откладывают, и поэтому там не может быть истины. Истина, написано, находится в святости и с целомудрием. Истина, она непорочна, то есть истина обязательно идет со святостью, и поэтому Церковь Иисуса во все времена, и христиане во все времена понимают, что праведность и святость – это нерушимая, неотъемлемая, неотмененная часть христиан. Мы к этому должны стремиться. Все скажите «Аминь», кто верит в это. Аминь. Поэтому истина в Иисусе, чтобы отложить старый образ жизни. И вторая часть – обновиться, облечься в нового человека, то есть быть новым человеком. И поэтому истина, она в новом человеке. Поэтому держащийся истинного слова – это значит и святость, и праведность, и вера, и так далее. Чтобы все это было во имя Иисуса. Давайте скажем на это твердый «Аминь». Спасибо. И вот Бог говорит «Держись истинно». Хорошо. Слово мы должны держаться. Держаться Господа. Так сказано, например, в Псалом. Псалом 36, их 34. «Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю». Оказывается, мы должны держаться пути. Да. Держаться – это значит держаться правильного курса. Курса, на котором твой корабль, твоя жизнь, она идет к правильной цели. Мы поговорим сегодня об этой цели, которой мы держимся. И так сказано в Псалом 36, 34. Прочите, дорогие. Давайте вслух прочитаем, у кого есть Библия. Давайте посмотрим, здесь обещание есть. Слово «держаться» – оно дает нам обетование Бога, то есть обещание современным словом. Псалом 36, их 34. Давайте вслух прочитаем вместе. Спасибо, дорогие. «Утешайся». Простите. «Уповай на Господа». «И держись пути Его, и Он вознесет тебя». Давайте на этом остановимся. Там даже сказано, когда будут истребляемы, нечестивы, ты увидишь. И так сказано. «Уповай на Господа и держись пути Его». Наш путь должен быть каждый день во Христе. И держись Слово. Просыпаетесь утром, почитайте Слово. Помолитесь. Держитесь пути. Это не то, что мы на этот путь становимся один раз в неделю или два раза в неделю. Но Бог зовет нас держаться этого курса. Всегда помолиться. Попросить Господа. Он благословит. Держись пути Его, и Он поднимет тебя. Некоторые говорят современным словом «поднимет тебя». Библия говорит «вознесет тебя». Это высоко. То есть духовно Он поднимет, потому что ты держишься этому пути. Библия говорит «путь праведника, он направлен вверх, чтобы уклониться от преисподней, которая внизу». Путь Божий никогда не приведет тебя вниз. В смысле? В погибель. Всегда вверх. Держись пути Его. Скажем, держись. И Господь говорит о пути. Дальше. Бог говорит Тимофею. Он говорит, предупреждает, чтобы не было серебролюбия. Корень всех зол – это серебролюбие, любовь к деньгам. И Он говорит ему, ты убегай сего. А преуспевай в правде, в благочестии, в вере, в любви, в терпении, подвязайся добрым подвигом веры. Держись вечной жизни. 1 Тимофею 6, 12. 1 Тимофею 6, 12. Держись вечной жизни. Смотрите, вот наш курс. Держись вечной жизни. Вот я к чему хочу сказать. Нам нужно держать курс. Наша жизнь, она прервется внезапно или постепенно. Но она остановится, если Христос не придет до этого. И нам нужно с этим смириться. Наша жизнь – это служение нашим ближним. Кому-то 30, кому-то 50, у кого семья. Кому-то больше. Он по-прежнему служит. Кто перестал служить детям, начинает служить внукам. Постоянная забота. Наша жизнь – это труд. Это служение. У кого-то ранка, у кого-то заболело горло. Кого-то покормить. Кого-то со школы нужно встретить. Это постоянно. И покой будет только там. Вот я говорю вам, покой. Мы еще пока покой не нашли. Потому что есть покой только в Боге. Потому что если мы стали на путь служения, наша жизнь будет служить. Если мы уйдем с пути служения и только будем искать своего, себе, свое маленькое, что-нибудь, для себя все делать, но мы не выполним волю Божию. А если мы согласимся служить, то Бог скажет, иди помолись, иди в церковь на молитву, иди в церковь, иди посети кого-то, там покормить деток, позаботиться. Это жизнь служения, и она уйдет. И чем больше мы сделаем и послужим, тем будет лучше нам потом. Но жизнь, она летит. Она бежит. И как мы можем сохранить вечную жизнь? Это сохранять праведность. Сохранять отношения с Богом. Сохранять послушание Богу. Не потерять. Сохранить. Держаться в вечной жизни. Этот термин был сказан молодому Тимофею. И Библия полна разных чудных истин, которые говорят, о чем нам нужно держаться. Господь говорит, например, 2 Тимофею, сильное слово здесь есть, 2,22, говорится так, что это вот молодежи. И всем нам слово говорит, но написано молодежи, смотрите, юношеских похотей, убегай, одержись. Чего? Правды. Праведности. Второе. Веры. Держись в вере. Будь в вере. Вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Церковь скажет аминь. Церковь вера от слышания. Держись в Слово Божьем. Тогда ты держишься в вере. Читайте слово. Держитесь. Праведности, веры, любви. Держаться в любви. Это значит не переставать любить. Не переставать благословлять. Не становиться жестоким, нетерпеливым. Держись в любви Божьей. Здесь говорится о божественной любви, которая милосердствует, долготерпит, прощает. И Бог говорит, держись в любви Божьей. Держись мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. И Господь здесь говорит, что мы должны держаться еще, братьев и сестер, общения. Со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Поэтому те, кто считают, что церковь не нужна, они ошибаются. Библия говорит, держись со всеми. Держись со всеми призывающими Бога от чистого сердца. Не со всеми в смысле религиями. То есть мы не говорим о мормонах, мы не говорим о свидетелях Овы, мы говорим о Еговы. Мы говорим со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Поэтому держите. Хорошо, что вы пришли. Держитесь на домашней группе. Держитесь в общении друзей. Не оставайтесь один. Не оставайтесь долго. То есть если вы ищете Бога, то держитесь с Богом, уединились. Держитесь со всеми призывающими Господа. Это говорит Господь в Слове. И держитесь, еще раз повторяю, праведности, веры, любви, мира. И вот так Господь говорит нам. И Он говорит, ты держишься верой. Не гордись, но бойся. Ты держишься верой. Слово. Игорь. Игорь.